Hello! Это Андрей Гуляев, основатель школы английского языка Don't Speak, и в этом видео я расскажу о влиянии алкоголя на иностранные языки. Вы мне скажете, Андрей, что рассказывать? Я же все знаю. Если выпить, сразу язык проще найти общий, поговорить легче и все такое. Однако ученые всего мира над этим сомневались, поскольку нет было каких-то исследований этого подтверждающих. Но были два веских аргумента, почему это, скорее всего, неправда. Аргумент номер один. Но алкоголь, он же ухудшает действительно функциональные характеристики человеческого организма. У нас хуже работает память, хуже работает координация, самоконтроль, речь тоже ухудшается. С другой стороны, алкоголь сильно повышает самооценку. Выпивший человек кажется самому себе самым умным, самым сильным, самым ловким, самым обаятельным и привлекательным. И в итоге решили, что просто пьяные люди, когда болтают на иностранном языке, кажут сами себя такими классными. И потом об этом же всем и рассказывают. На этом и держится общественное мнение. Но нет. И это доказали ученые, на удивление, не британские, а голландские. Они взяли две группы испытуемых. Каждой из них нужно было рассказать, поговорить на иностранном языке и пройти арифметический тест. Одна группа делала это полностью в трезвом состоянии, вторая после небольшой дозы алкоголя. Арифметический тест нужен был для того, чтобы верифицировать, действительно ли человек находится в состоянии опьянения. Так вот, действительно, группа, которая пила алкоголь, все хуже дали арифметический тест. Но они гораздо лучше говорили на иностранном языке. Они себя оценили на 2 балла выше, чем трезвая группа. Всего на 2 балла. Однако же, их еще оценивали со стороны. И оценка со стороны, некоторые комиссии, которые наблюдали за тем, как испытуемые говорят на иностранном языке, сказала, что на 6 баллов лучше поговорила пьяная группа, нежели группа трезвая. То есть, люди после алкоголя действительно сами себе оказались лучше, но они на самом деле были лучше. Причем, объективный рост, как вы заметили, втрое больше, чем рост субъективный. Так что, доказано, что алкоголь позитивно влияет на иностранный язык. Однако, есть несколько еще интересных фактов. Во-первых, есть некоторая теория, которая говорит о том, что, когда мы пытаемся говорить на иностранном языке, у нас понятие родного языка и иностранного конкурирует в его голове, конкурирует в памяти. Ну, вы наверняка замечали, как английский проигрывал эту конкуренцию, когда вы переводили с русского языка на английский, чтобы что-то на английском языке сказать. Так вот, на самом деле не улучшается иностранный язык, а ухудшается родной язык, и за счет этого эта конкуренция выигрывается языком иностранным. Вторая интересная мысль, которая, впрочем, опровергает. Первая, вообще не стыкуется со всей этой теорией про воздействие алкоголя. В другом исследовании, которое мне доводилось читать, испытуемых было три группы. Трезвая, пьяная и третья группа, которые наливали безалкогольный напиток под видом алкогольного. То есть, третья группа думала, что они пьют алкоголь, но на самом деле нет. Так вот, у них языковые навыки тоже демонстрировались, были выше, чем у группы трезвой. И почти такими же, как у группы, которая пила настоящий алкоголь. Так что, дело не в видимо алкоголе, а в некотором эффекте плацебо. От безалкогольного пива тот же эффект, что и от алкогольного, если говорить про язык. Но, все-таки, пожалуйста, не нужно использовать алкоголь для улучшения своего английского, потому что, что ж теперь, всю жизнь что ли пить, каждый раз, когда нужно пообщаться с иностранцем или сдавать экзамен? Ну, не получится же. Поэтому, потратите лучше те же деньги и то же время на изучение английского языка. Потому что, помните, что все-таки алкоголь вреден для здоровья. И, несмотря на временный положительный эффект, все-таки, долговременный эффект негативный, он тоже оказывает даже в сравнительно небольших количествах. Поэтому, лучше учить иностранный язык, так чтобы не пришлось к этому самому алкоголю прибегать. Для этого, добро пожаловать в Дон Спик. А на этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, здесь учат английскому. Это был Андрей Гуляев, школа английского языка Дон Спик. Гудбай!